Всем доброй ночи, уважаемые друзья и подписчики, и всем тем, кто не спит и даже вообще не собирается ложиться баиньки. С вами Николай Бесфамильный, и это очередной выпуск ночных посиделок. На сегодняшних ночных посиделках, по просьбе, так сказать, мы будем играть сегодня, ну и, собственно говоря, по ходу дела, даже ещё и читерить по-чёрному, а куда же без традиции, так сказать, по традиции уже будем, так сказать, читерить по-чёрному. Собственно говоря, играть мы будем сегодня и читерить по-чёрному в очередную игрушку для Дэнди, так сказать, третьих челепашек-ниндзя. Ну, собственно говоря, давайте, так сказать, не будем затягивать, сами знаете, кого вы, сами знаете, за что. Ну-ка, из-за этого, как это пейти. Всё, что-то за сами. Вот этого вот засранка не будем тянуть, сами знаете, за что. А ну-ка, поздоровайся за сранец со зрителями. А, сиди спокойно, только не кусать, а падла. А то вы мне сегодня нафиг болячку сделали, смотря пораньше. Представляете, нафиг? Просто-напросто у меня кошаки обнаглили. Если я их вовлю не покормлю, они мне начинают, так сказать, подлянки делать. И сегодня вот одну из таких вот подлянок сделали. Просто вовлю кошаков не покормил, собственно говоря. Так вот, они мне начали. Один, нафиг, как говорится, в руку утром вцепился. Второй, нафиг, начал её кусать, нафиг. Грубо говоря. И в итоге вот это вот вышло у меня сегодня. Ну, как грубо говоря, это мне не будет мешать играть. Ну, ладно, давайте, нафиг, не будем, ребята, затягивать. А вот этого вот засранца, сами знаете, за что. А давайте, пожалуй, с вами уже начнём. Итак, третья часть «Челепасок Минди» на Денди с чип-кодом на бессмертие. Собственно говоря, как уже говорил, стерить будем почёрно. Ладно, поехали, позвать мне удачи и поехали. Так, Кодовшеич, а ты не кусайся, пока я буду геймпатулкать держать и что такое. Так, ладно. Так, ладно. Погнали. Вот так вот, ребята, не покормлюсь, мы будут вам коты гадить. Ну, говоря, то мои, собственно, утро мне и сделали. Э? Засранцы, покушали меня чему-то? Давайте, котоков не покормил, нафиг. Так, это-то у нас давно, когда я хоть не запускал. Это более давно, который у меня 5-7 лет тому назад были скачаны. Ну, и лежали там где-то в пылились, что-то таки говоря. Так, все. Так, все-таки, наверное, наслаждались отдыхом на одной из пляжей Валиды. И вдруг... Давай, скоро начнется депортаж в Эплил. Кстати, ребята... А, сейчас, возьмите. Мой присутствие в Нью-Йорке постоянно растет. Это да. Эй, что случилось? Ого, парни, да это же Шреддер. Челепаки, я собираю Эппы вместе с островом Манхэттен. Если хотите их вернуть, идите сюда. Я жду. Вот так. Кстати, ребята, кто видел, так сказать, совершенно новую серию про Челепашек-Ниндзя? То есть их новые образы. То есть, вы знаете, меня как-то не очень они... Как-то мне они не очень понравились, просто говоря. Эти новые образы, так сказать, Челепашек-Ниндзя. И то, что сами Челепашки, ну... Как они там Эплил показали, это... Блеть, пиздец, нахуй. Мне эти только часто, знаете, мне эти только часто нравится. Я бы ещё, так сказать, Челепашки, там, какого-то, 86-го года, и когда там, 85-го или 86-го года, по-моему, Челепашки. Ну и там, 90-о, там, или какой-то, там, не помню точно. В 2000-е, короче, две версии Челепашек, я посмотрел бы. То есть, сказать, 86-го, по-моему, от Мираж, были там, кисть-то, ещё Челепашки. Где, так сказать, блядь, где у них, ну, короче, та версия Челепашки, где у них, ну, глаза без врачков, короче, были, по-моему, вот эта вот версия. Я бы ещё посмотрел. А в две последующие как-то ещё, блядь, не очень как-то. А, ну, так же, как сказать, вышли, так, как он вышел в фильм, ну, собственно, знаете, вот фильм как-то ещё удачный, за словами. Помню, да, ещё фильм вышел, про Челепашек Миндзя, да и плюс-минус ещё один какой-то 3D-фильм по Челепашкам вышел. Там, по-моему, про... про какого-то чувака, который выпустил, чтобы пожелал получить бессмертие, якобы, выпустил наружу всем монстрам. Ну, плюс-минус ещё и проплел там сестру и там своих генералов. Я только не помню, как этот фильм называется. Но он тоже был в 3D. А второй фильм, он там, как бы, якобы, участвовали уже живые актёры. То есть это был не фильм в 3D, а живую, там, снимали живые актёры. Только вот не помню, как этот фильм назывался. Ну, лично, знаете, мне, лично мне эти два фильма зашли, понравились. Ну, а что касается Челепашек, то только, так сказать, их первые две версии, вот как я уже говорил, 86-й, короче, 80-е Челепашки, как бы, были. 86-й, грубо говоря, так, если меня... Надеюсь, поправьте меня эти, если ты не так сказал. Ну и вот, и вот ещё одна версия от студии, по-моему, Мираж, где вот эти вот... Где у них, так сказать, блядь... Где у них... Так, что, где у них, так сказать, полностью глаза были зрачков. Бусины зрачков, вот, только не помню, это... Адмираж, не Адмираж, это вот сверху было. Вот не помню, я точно. Или не она. Вроде и вторая вариация после первых Челепашек. Пошла какая-то там. Точно не помню, но если что, уточню, я потом поправлю. Или меня поправьте. А последующие выпуски уже как-то... Блядь, не очень насилие. Вот даже был сериал... Даже вот, был какой-то ещё предпоследний сериал был. Предпоследний сериал. Тоже Челепашки в 3D. Там, как-то... Там вообще ещё... Так сказать, показали ещё более, как я понял, юный возраст. То есть, они там где-то на года 2-3, по-моему, ещё младше были. Чем в оригинальных 86-х. Ну, в 86-х там, по-моему, возраст у Челепашек был чуть побольше. Вот, до того, как я сделал 3D, как я, скажем так, увидел. Первый раз в 3D. Стерял этот. Так, ну сейчас вам дырки должны были быть. Собственно говоря, кому как. Ну, лично, как я сказал, мне только понравились где-то вот так... Ну, где-то, как я уже говорил, 86-го года Челепашки. И где-то в начало двухтысячных. Вот, вот такая вот версия Челепашки мне ещё зашла. А что началось дальше, как-то мне уже... Собственно говоря, извините за выражение, не очень понравилось. Сейчас, погодите, ребят, скинусь тут у меня. Или геймпад неправильно настроил и успокоит. Крыжок на соседнюю кнопку перекликается. Так, что здесь, конечно. Так. Ну да, так и есть. Извините, ребят, геймпад вот, смотри, настроил. Вот, феномально. Этот крыжок вообще на ИС перекинул. Вот так и вот, геймпадом играю я сейчас. Ну, якобы геймпад от первой ПС. Так. Так, это этот у нас сейчас. Как же его варится? Не думаю. Ну, как говорится, у меня этот скак, ну, как я уже скажу, сказать, на бессмертие я его... Когда, по-моему, наверное, лет пять или шесть тому назад, допустим, хранится бабка вот с этими скаками и взломами, так сказать, на бессмертие там и прочее-прочее. Знаете, ребята, когда вот игру я проходил, я не знал, что оказывается, это игра еще и на время есть. Когда я, допустим, игру проходил, вот этот первый уровень прошел все такое, я не знал, что она еще и на время оказывается. Это игра. Даже вот так вот и тихо. Тупей, сидишь, смирно. Не балду ты. Так. Так, тупей. Так, подожди. А. По-моему, его Гиба и Рокслизи звали. Это, по-моему, и Рокслизи был, который он сейчас, наверное, сражался. Да, это Рокслизи, по-моему, был. Либо, по-моему, на мосту был. О-о-о, над этим бомбов я, знаете, как под... как сказать, подъебывал, это круто. Ну, собственно говоря, как я не помню. А, нет, по-моему, не говорю, я говорю. По-моему, такая у меня вот эта вот игрушка была на карике, то есть на катальке же она у меня была. На катальке же бывает. Ну, по-моему, такая в одиночку-то у меня на вряд ли удавалось ее пройти. На вряд ли удавалось проходить мне игру. Я максимум доходил только до четвертого уровня. Ну, почти до четвертого уровня доходил. Максимально едва ли моста проходил я. Моста едва ли я проходил. А вот, ну, вот, так сказать, прошел я ее только с сестричкой. С сестренкой только, грубо говоря, прошел и будет. Ну, вот сейчас, к сожалению, к сожалению, уже самой приставки у меня как таково нету. А вот приставки, ну, вообще-то приставки есть у меня в Dendy, только нет уже картриджей. Картриджи просто-напросто у меня практически все пропали, все картриджи пропали. А то, что пропали. Сейчас, иди сюда, гад. То есть, как говорится, у меня было, так сказать, картриджи игр для Dendy. Ну, где-то тут, наверное, 23-24 точно была у меня коллекция картриджей. Но потом в то время она у меня куда-то стала исчезать, пропадать. Ну, собственно говоря, у меня, так сказать, не была оригинальная игра для Dendy. Однокатый игрок. Ну и прошел я ее, собственно говоря, только с сестричкой. Вау. Так, я, собственно говоря, прошел я только с сестренкой. Один я только до 3-го или до 4-го уровня доходил. В одиночку. А вдвоем, можно сказать, с сестренкой выпасли ее вместе и, собственно говоря, набили морду Шреддером. Зато вдвоем могли набить ему морду. И вот, кстати, я, по-моему, не помню, а вот, кстати, по-моему, не помню, про какую-то часть говорили, что якобы ее когда накатывает же пиратели, а было такое время, что накатывает же, так сказать, пиратели все, и, так сказать, вот те, кто спират ее накатывает же, было как-то кофе вот на то. Какие там проблемы будут застыкаться же и все такое. Ну, собственно говоря, в чем проблема была? Якобы, многие рассказывали, я точно не помню, это либо второй или третьей части было у телепашек, но рассказывали то, что якобы, когда у одного из катеджей у телепашек, или первой части, была какая-то, якобы, защита. Какая-то защита от пиратства, то якобы, если, ну, допустим, когда вот игру пирателей, так сказать, на другой катедж или насилие, то, сказать, и те, кто портировал, так сказать, ну, пираты, когда, так сказать, перемещали пират, на пиратский катедж игру. Они там, короче, что-то или что-то убирали, или что-то, короче, такое, я точно не помню. И вот за одним из таких вот катеджей, собственно говоря, была сшита защита, и он якобы там проявлял контрольную сумму. И если якобы контрольная сумма, так сказать, не совпадала с оригинальной, то якобы игра переходила на усложненный режим, грубо говоря. И вот я услышал такую, одну из таких вот историй про Чирпашки Ниндзя, это же, да, про Чирпашки Ниндзя, что вот якобы пираты, когда, типа, переносили, так сказать, оригинальный урон, так сказать, оригинальную, ну, так сказать, оригинальную игру принесли, так сказать, пиратели, Ну, то есть, грубо говоря, сделали её пиратскую копию, чтобы потом продавать. Продать что-нибудь потом. Якобы там изменилась контрольная сумма, и они там что-то вылезали, я точно не помню из игры. Убрали. Короче, контрольная сумма не совпала, что-то контрольная сумма не совпала. И игра перешла в ультрасрожный режим. Ну, как-то ладно ещё, я такую фигню... Да, слышал такую защиту от Синицента. Да она не только на Денде была, она даже на Супер Снец была. Там тоже пару игр было с ней связано. Ну, и вот, собственно говоря... И вот, когда вот такой вот фигню проходили, вот когда кому-то такой якобы каплиш, и даже кому-то ром потом спустя время такой вот попался, и якобы едва и могли они пройти, вот этих вот черепашек. Так, а это что у нас? Так, вот это вот я не помню. Что это у нас? Ладно, что мы с тобой? Ну, вот, собственно говоря, те, кто, говорит, что вот покупали черепашки-ниндзя, когда покупали черепашки-ниндзя, и вот те, кто его находил ром, якобы, когда доходили до шредера, да, игра была сложновата в плане. Слишком сложно, потому что она, если, допустим, как я уже говорил, контрольные суммы просто-напросто не совпадали, то есть, если игра, такая вот проверка была у игры. То игра переходила в ультрасложный мод, где, ну, практически нельзя было, можно было пройти вот такой вот ступной, и вот якобы рассказывали, что когда доходили до шредера, когда доходили до шредера, якобы все, все, шредер замикал, сейчас они его убьют, мигают, ну, шредер мигает, и что такое. И тут бац, шредер перестает, так сказать, мигать, и заново приходится, и приходится заново проходить, убивать шредера, чтобы он опять мигал, и вот так вот по несколько кругов повторялось. То есть, когда шредер начинал очень активно мигать, активно мигать, все, думали игроки, все, сейчас мы его добьем, его уже мигает, и все такое. Только-только раз, он перестает мигать, и его по-новой надо будет мутузить. Ну, вот такой вот ступня, слушай, только не помню, это было ли встретили со второй частью, я точно не помню. Как-то так. Ну, вот такой вот, вот такой вот, так сказать, историю я слышал о том, о защите, так сказать, там в какой-то части телепашек игр на ней, для Денди. Потому что это там часть, как бы, вот так вот была защищена от пиратства, так сказать. Хотя, знаете, как я уже говорил, Nintendo не в спиро, так сказать, устраивать такую вот защиту от пиратства, так, собственно говоря. Как я говорил, уже на Super Nintendo даже была что-то подобная защита, только там, правда, не помню. Так же... Как ее... Финальная битва, Final Fight была, по-моему, да, тоже была Final Fight на Super Nintendo. Там вроде что сделали с этой игрой, якобы? Ну, ее, как бы, тоже пиратили, ну, что поделать, тоже даже попадаются на Super Nintendo попадались пиратки, так сказать. Пиратские ката есть, что такое. Так там что сделали? Там тоже было что-то с контрольной суммой, якобы, связано. А, вот он, Биба. Вот он, Биба. Там, короче, тоже было связано с контрольной суммой что-то было. С контрольной суммой связано, грубо говоря. И вот контрольная сумма якобы не совпала там что-то с игрой было, да, и контрольная сумма не совпала. Вот и Сейпослой поехала. И якобы игра тоже перешла в ультрасложный, так сказать, режим, но там как, там, можно сказать, полчаса, так сказать, врагов чуть ли не привычные, два-три, так сказать, врага выходило, так сказать, на экране показывать, а от шести до восьми врагов выходило на экран, то есть действительно ультрасложное захождение получалось. Ну вот такие вот истории буквально я слышал, и то, как Nintendo боролась с пиратством, что-то говоря. Так что, как говорится, в борьбе с пиратством даже вот из девяностых была такая вот, с людьми, Nintendo придумала. Да и вообще, если ты, по сути, покопаться, что-то вообще я рассказывал, что Nintendo была первая, которая придумала способы, как двородство с пиратством. Ну да, это была, по-моему, черепаха, по-моему, Биба, по-моему, да, по-моему, черепаха была, а Средер, по-моему, ее, собственно говоря, им, чтобы он быстро его обжал. Ну да, это была, по-моему, черепаха Биба и Рокстези, я по-моему, не помню. Ну вот, короче, Шредер нафиг решил ее так сказать. Из нее своего мутанта сделать, черепаха мутанта. Потом, что в последующих каких-то потом нескольких серий, он так сказать, и вот этот вот черепаха, буду так сказать, он стал якобы еще умнее и, так сказать, опаснее. Вот этот вот, черепаха, давай, забывай. Дальше или как его? Фрэш, помню. Я точно не помню, точно уже какого. Фрэш, помню, варим, какого. Ну, даже вот, черепаха уже был. Ребята, поправьте меня, потому что я, я действительно, сам давно черепах не смотрел, я уже забыл, кто где-то и как, и кто кого как зовут. Даже, грубо говоря, некоторых врагов забыл, как зовут. Вот как вот эту вот черепаху даже вот зовут, ну, помню, что либо Гиба, либо Рокс, где он был, что такое. Так. Так, Гиба, ну, значит, скоро Мургану надевать буду. Да. Собака, зажает все люди. Так, я так убью. Какая-то гиба. Так. Так. Так, я так убью. Вот не знаю, мне как бы библо оказалось, что более сложно, что ли, пройти мне его было. Что-то такое. Не знаю. Да вот, кстати, вот я не помню, вот я на дженде, по-моему, играл, когда свистейки играл. Можно было так сказать, если один игрок умер, а у второго все оставалось в жизни, вроде как можно было у второго подзаимствовать его одну лишнюю жизнь забрать, чтобы, так сказать, вступить в игру второму. Ну или кто-то, если кто-то из двоих пропал, можно так сказать, грубо говоря, взять у второго, так сказать, жизнь, собственно говоря, и, собственно, продолжить игру за ним. Только правда у второго, или у второго будет жизнь, отнято одна жизнь. Да нет, тут уже снимают, уже идти. Так, да, так, как вы говорите, так сказать, я, скажем так, состою в одной группе, где, так сказать, взламывают игры. Для дженде фега с Нессой хочет, так сказать, взламываться с ним улетел. Так вот, как я уже говорил, у меня, так сказать, вот эти вот все хаки, они еще до того, как я вступил в эту группу. То есть у меня есть папка с взломанными, так сказать, играми, ну, просто чит-кодами на бессмертие взломаны. Так вот, грубо говоря, так что, а вот это вот игру, так, ну, помню, где-то, да, просто я, когда папку вскрывал, ну, я, я вот не знаю, вот такую вот фигню, короче, завел. У меня все романы стартированы по годам, то есть по папкам. В каком году я скачивал ромы, так сказать. То есть есть папка денди, и у меня папки денди, скачанные ромы, они у меня по годам стартированы. То есть внутри еще папки денди, все созданы папки с годом, с годом загрузки вот этих вот самых ромов, когда я скачал. Ну, вот, собственно говоря, у меня там, как я уже говорил, есть скачаны ромы на бессмертие, и русский язык неверский. Так вот, они у меня там стоят, вот, вот сейчас, столь, тюльпашки нигде, тут играли на бессмертие. Я их, по-моему, в 2015 или 2014, по-моему, уже скачал, собственно говоря. А вот группа по взлому, группа по взлому, вот это вот. А пол в 2018 была, что-то, вот это вот. Где взломали всего нужные на игры от денди, сеги, гбла, снес, фрмс и пусть. Я поначалу уже хотел челепашек, ну, сначала там поискать, а потом подумал. Войчу-ка сначала, надеюсь, что у меня вспомнил, что запомнил, где-то что-то было. Так сказать. Афига. Так ты застрынет. Вот, собственно говоря, а их и на скол. То есть, оказывается, в Гопе, как я хотел, ну, хотел, как я уже был, найти в Гопе, оказывается, они у меня уже были до этого. То есть я их 5-6 лет назад уже скачал, оказывается, я не у меня есть. Так, сейчас, не дождете. Кстати, ребята, помните, в предыдущем выпуске, в предыдущем выпуске машину посидел, я вам рассказывал про агент спад, что якобы меня в нее позвали играть, и что я якобы уже раз на нее соиграл, и потом уже, собственно говоря, отказал на нее вообще играть. Собственно говоря, как я уже говорил, я, ну, не то что играть у меня не собирать вообще, я, как уже говорил, раз на нее проиграл, поиграл уже раз на нее поиграл, так сказать, и, собственно говоря, там 500 рублей оставил, ну, собственно говоря, потратил всего 500 рублей, а после этого, как уже выяснилось, многие аккаунты, как уже рассказывал, там повзломали, повзломали многие аккаунты, поугнали, ну, собственно говоря, люди, ну, собственно говоря, начали, как уже, рассказывал, начали требовать, чтобы, и вернули их аккаунты, ну, а разработчики, вот, сидел типа РТТ, ну, а разработчики, грубо говоря, не стали даже, не отвергивали никак на это же, ну, грубо говоря, вообще плюнули с арксидентных генеров, не стали возвращать им их аккаунты, мол, не хера с вами, создадите, типа, еще новые, другие аккаунты, и, говорит, снова в них ложечи, а мы, может быть, опять, нафиг, вас взломаем или, так сказать, сольем хакером. Хэнд, может быть, кто знает, может, он именно так. Падайте, что ли? Для этого же свистнуто. Ну, вот как-то так. Ну, собственно говоря, не про генсимпакт будет, так сказать, сейчас разговор, а про кое-другое. Как он уже говорил, у меня уже, так сказать, помимо генспакт, у меня еще, так сказать, звали в другие, так сказать, игрушки сыграть, поиграть, посетить в онлайне ихы. Тут, вот знаете, что самое интересное, так сказать, позвали меня, короче, в игру, которую я до этого два года назад играл, потом вообще нафиг ее забросил играть, грубо говоря. Хотя, точнее, раза два-три сыграл, у меня потом интерес к этой игре пропал. А позвали меня играть, не поверите, во что? Ослу! Ослу поиграть. То есть, игру витон, если кто не знает, что это такое. Так, я позвал меня так играть, ну, скажем так, в ВКонтакте один, ну, грубо говоря, друг. Так, говорит, Колян, давай, говорит, сыграем, говорит, ну, типа, Колян, давай, говорит, айда, сыграем в Осту. Я говорю, заебись, я говорю. Два года про ее не слышал и тут, на тебе, не слышал. Ну, как я уже говорю, ребята, я, ну, два года, да, два года тому назад играл в Осту. Ну, собственно говоря, она мне как-то... Ну, вот это смешно, а хрена узнает. Ну, собственно говоря, как уже два года назад тому играл вот в Осту, ну, я игру витон. Знаете, она мне как-то не очень зашла, не очень как-то. Ну, я, собственно говоря, я, типа, не это... Ну, не хочу играть, вот, и все такое. Кто сразу, а почему, что так, почему она тебе? Так вот, ну, не нравится она мне, ну, не понравилось мне игра, и все. Просто, напросто, есть, знаешь, я могу, если честно, есть другие подобные игры витон, в которые можно, собственно говоря, играть в такое. Намного лучше, чем Осту. И тут, и после того, ну, как он сказал, так что, без обид, иди ты просто нахер. Знаете, ребята, не успел я только сказать, хрен, хрен, когда его сказал, иди просто нахер, вот когда просто, за просто, иди нахер, ален не успел сказать. Он мне уже, у него началась, так сказать, бомбиловка ануса. Что, да как, да как ты посмел такую хоро... такую божественную игрушку Осту? Пацаны, ребята, ты забыл про Осту, я сейчас рассказываю. Как ты посмел такую игрушку назвать хреню? Да ты чё, мне чуть не весь там мир играть, и всё такое, в эту охуительную игрушку. Да чё, как типа пупел, всё такое. Ну и, собственно, да я, у приятеля моего просто-напросто, за Осту порвала Анус. Просто-напросто, за то, что я сказал, что, ну, не понравилось мне играть, что такое. Ну, хрен, играй, что якобы есть другие хорошие игры, там намного лучше Осту. Ну и всё, ну и всё, ну и буквально где-то через минуты две-три, я у него уже зависаю в чёрном списке. Ну и, собственно говоря, у меня есть друзей, ударил. Не, ребята, ну нормально. Правильно говорят, не знаю, тебя правильно говорят, хош нафиг так сказать, узнать, так сказать, кто, кто из друзей преданью тебе, обострел их игрушку. И там посмотрим, кто тебя, куда и зашло, выкидет. Ну вот, особенно говоря, то же самое у меня и ошу вышло. То есть, как говорят. Ну, то есть, когда мне приятель начал вот за эту игрушку топить. Когда ему сказал, что есть даже получше игры, так сказать, игр-листмы про... Ну, вот, ну, уже ничего, да-то. Короче, как я вам сказал, что помимо Осту есть и другие хорошие лифтум игры. У меня дальше, кстати, по-моему одна такая в сиденье есть. Да и нафиг, если, так сказать, может потом как-нибудь понять фильм, устрою, и подажу вам. Одну такую лифтум игру. Если, конечно, после ее прохождения, если там... Ну, там, короче, как? Там берешь, короче, выбираешь какую-то музыку, ставишь ее, и начинаешь проходить игру. Под эту музыку, грубо говоря. Не, наконец слышал, что в Осту та же фигня есть, что там тоже можно выбрать музыку и проходить ее. Ну, там... Как-нибудь потом покажу вам, ребята, эту игру. Она, конечно, по моему мнению, ну... Ну, что... Ну, как говорится, я уже сказал, это мое мнение, что она... Она, как сказать, она у меня куплена, она у меня есть в моей библиотеке Steam. Ну, лично мое мнение, как я уже сказал, с вашим не совпадет. Ну, пока у вас действительно намного лучше, чем ваша Осту, эта игра. Замечательно тем, что там есть, так сказать... И, блядь, так сказать, мастерская, мастерская, воркшот называется. И мне, якобы... И мне, якобы, можно... Менять персонажей. Помимо стандартного. Только такое вот небольшое разнообразие. А в Осту, Осту, там, единственное, там для разнообразия можно только темы менять. И все. Вот, и нихераньте, если вам. Так что, ребята, извините. Так, это печь. Убираем. Давайте. Так. А, поезд. Ну, так. Вот так. Вот так вот товарищу не понравилось, как и его любимую Осту обгадил. Вот так. Ага. Вот так. Правильно говорят нафиг. Чтобы узнать, так сказать, человека-пауки или друзей, то... Их друзей проверить. Кто-то напросто построит ту игру, в которую он играет. И такого я себе узнаю, что же сам знать не буду. Ну и вот, собственно говоря, когда я сказал, извините, чувак, я типа... не буду в эту игру играть... и... 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 и все такое. Ну, чтобы не понравилось, не играй в этой игре, и все такое. Ну и вот его, собственно говоря, и порвало. А я про эту игру реально... я года два... два про ее не слышал. Я говорю, да, я в нее играл. У меня в этой игру, так сказать... один чувачок, так сказать, сказал в нее сыграть. И посыграй. Во, игру, что заедись. Все такое. Ну, знаете, показал он мне эту Осту, где ее скачать и все такое. Ну, скачал я как-то, знаете... ну, три раза ее запустил, поиграл. Ну, не то, что она, так сказать, она для меня якобы сейчас скажет. Ну, говорю, о, чувак, а насчет для тебя типа сложно показал, что это такое. Нет, ребята. Нет, ребята, ну, то, что это не так, не то, что она для меня сложно, но... просто-напросто. Ну, и понравилось она мне, не говоря. Так вот, извините, ребята. Если кого-то, если что-то кого-то, что-то задел насчет вот этого Осту. Что, в минуту, смотрите, уже играю. Так, ребята, извиняйте меня. Если что-то не так. Ну, как я уже говорил, позвал меня в эту льбу один чувачок, так сказать, сыграть. Вот сейчас с проевой будет небольшая история. Как он уже говорил, вот, вот, у меня позвал один чувачок звать, а у него, так сказать, небольшая особенность была. Он был фанат, фанат, то есть он с ума сходил по одной, так сказать, героине из Айдол Мастер. Айдол Мастер, или как он там правильно, не помню. Айдол Мастер, или Айдол Мастер, по-моему, тут такое, значит. Ну и вот, собственно, ну и, короче, он, грубо говоря, сходил по одной, так сказать, героине вот этого вот аниме. Айдол Мастер, так сказать. По-моему, Минация и Йори, по-моему, его звали. Да, ее иллюминация. Вот знаете, ребята, вот, когда с таким вот чувачком начал общаться, ну, собственно говоря, общаться, который меня позвал вот эту вот игру, я вот заметил, он, собственно, якобы, вот, слишком очень он с ума по ней сходил. Ну, можно сказать, вся страничка ВК, вся страничка ВК и прочее-прочее. Им, вот этой вот, главной, вот эта вот героиня, ее иллюминация, была заставлена после ухода. Он говорит, вся страничка, грубо говоря, была заставлена ей. Я у него спрашиваю, ты чё, говорит, фанас, что ли, говорит, йодный фанас, что ли, или что такое? Он говорит, да, говорит, представь, говорит, это моя вайфу. Я говорю, чё? 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 Уже моя, говорит, вайфу, любимая. Он говорит, ну, я говорю, ну, я говорю, ну, конечно, я понимаю, я видел такого, ну, чтобы... Он мне даже, знаете, даже знаете, он мне как-то даже фото показывал, фотографии показывал, где якобы он, блядь... Знаете, вот эти вот подушки, вот такие вот, длинные подушки, как их называется, в Японии их делают, в Японии. Они родом из Японии, вот такие вот длинные, из белой подушки, с изображением, там, какого-то персонажа из фильма, аниме или мультикоп каких-то. И вот якобы он мне показывает вот эту вот подушку, как-то показал мне фотографию, с изображением вот этой его иллюминации. Думаю, ё-моё, такой, чувак, я, конечно, всё понимаю, ты фанас и что такое, но лучше бы, говорю, ты живую бабу себе завёл, что такое. Да, как это, Федь? Потому что он бабу живую завёл. Давай, сейчас мы видим. Татара. Ну, так вот, я ему говорю, нафиг, лучше бы ты, говорю, себе живую бабу завёл, чем... Так офигню, думай, у тебя. Так он мне такое залечил, что, я не знаю, я под столом, ребята, долго валялся, нафиг, после того, как он мне ответил. Да ты что, говорит, типа, 2D-сянки, говорит, the best, и что такое, нафиг? Они, говорит, намного лучше, чем живые. Я спрашиваю, интересно, блядь. Я спрашиваю, и чем же, говорит, живые лучше, чем... Ой, я говорю, и чем же рисованные 2D лучше, чем живые? Живые. Ну, типа, они тебе мозги не ебут. Нормально логика, на пути о веках. По-моему, знаете, по-моему, где-то уже такие ответы я слышал, от них только таких вот людей, точнее, парней, которые, вместо жилых девушек, вместо жилых девушек, вместо жилых девушек, выбираться в таких вот 2D несуществующих баб. Что такое? Ну, как я уже говорил, это еще, ладно, это еще, так сказать, полбеды, когда он мне показал вот эту вот фотографию, вот эту вот, с большой, длинной, белой подушкой, на которой изображаются, так сказать, персонажи из фильмов, игр, вот эти, по-тайними сериалов подобных, собственно говоря. И вот он мне, как я уже говорил, такую сфигню зарядил, что вот она, типа, на его вайпу, и что ему, кроме ее, никому не надо. Я говорю, чувак, ты хоть соображаешь, что такой-то вообще не существует, что она вымышленный, ну, вымышленный персонаж, нафиг, и что такое. Ой, говорит, ой, говорит, приятный, говорит, не говори такого плохого, не говори такого плохого, ты меня, говорит, расстраиваешься этим. Я говорю, а что расстраиваешься если так оно и есть, что такое. Ты поговорю действительно, на собу реально, живу бабу и что такое. не обижать и говорит задеваешь мои чувства к моей байфу и высосы ради будет и бред не будьте снизить и такое по ходу дела заносит поход совсем того страну на этом а не видит такое ну вот и сам суда ему гоню ты походу давай даряты к реально к возьмите живую бабку заведите такое вот только над этим надо мной смеялся тебе надо передавать живую реальную бабу такое ну и короче в конце дело короче кончилось тем что ну не то чтобы я его вайфу капа послала вот это уже когда уже начал с видеороликами работать она уже начал после тот момент уже как уговоря делать модельки для никуда говоря их в сборке вот собственно говоря на такие совпадения ребята было трассу лет какие-то пони 100 лет бывают когда я вот собственно я уже живет этой и иллюминацией выговорил вот этого чуваку узнал что здесь такого явица с аниме сериала айдол мастер или мать идол мать ну или по-русски идол и мать мастер идола русские эти вот так вот правильно вот это вот ее алиминация вот собственно говоря чувак мне так сказать проще там собрать вот эту вот иллюминация так сказать какую-то там сборку для никуда у меня заказал я там лобки я знаете я дико смеялся когда он мне присылал ссылку на базовую модель его иллюминация нафиг и там какой-то наряд чтобы я к ней присобачивал то есть уже грубо говоря когда я уже немного соображал что как модельки собирать грубо говоря часть модельки грубо говоря соображать делал и вот когда пару таких вот моментов я уже наделал то есть уже понял как соображать как делать и все такое ко мне начали приходить люди использовали так собрать ту или иную часть модели так это не помню как этого крокодила зовут вот когда уже научился когда уже научился собирать вот эти вот модельки для них у никуда говорят а мне начали как вы знаете я на халяву так сказать бесплатно собираю дело в борте и ватаре для никуда ну и люди прощухали что это за все бесплатно делаю и начали ходить ко мне просить сделать сборки модели собери нам и все такое ну вот собственно говоря один чувак такой вот тоже скакал ко мне и вот типа просит сделать мне там не помню забрать модельку ее иллюминацию там в каком-то костюме то есть высылает мне базовую модель ее иллюминацию и костюм в котором мне ее надо будет впихнуть и собрать но это ладно это мелочи когда про это узнал вот это вот цирик ну собственно говоря по посту одному из моих постов когда я вот разместил там полный вк да пост а он как раз таки был на меня подписан мало того что он еще был вк на меня подписан такой что потом на девиарте на меня подписался подпитался чтоб следить за своей любимой вайфу что я там с ней творю грубо говоря вот что-то не помню вот я чё-то не понял в один из таких вот случаев когда вот начали вот такую вот пиздную такую делать короче что-то в одной из таких вот он что-то на меня там обиделся и начал грубо говоря на меня бочки ходить позже вот как-то подпил мою любимую вайфу обидеть и все такое то ли что-то какой-то видеоролик то ли что-ли в какой-то мем-пародии или что-то такое не надо же мудил а якобы что-то я ее для себя присвоил типа она моя вайфу я ее себе забрал и что-то такое а тот шутки не понял и думал что я угнал у него его твою вайфу ездят ребята угнать какой-то несуществующую 2d рисованную девку нафиг еще и при этом если не седьмым матом на тебя исходить там действительно из-за вот такой вот рисованной девки тебя якобы я, говорит, приеду, говорит, и тебе, говорит, морду набью за то, что, говорит, ты отобрал у меня мою вайфу вот это, блядь, гнатуру, блядь, ничего люди докатились нафиг о, что-то они вот поедем вот рисованным девкам в сумаску, это ужас, блядь ну, собственно говоря, он меня, короче, кинул в черный список, нафиг там кинул пост, что вот этого человека, берегитесь этого человека, он, нафиг, угоняет ваших вайф, нафиг убирает их, где бегает, он, говорит, задел мои пиццы, короче, а, блин, у меня такой грязи, что я себе даже такого вообще, нафиг, честно говоря, ребята, не знал да, правильно говорят, задень чью-то вайфу и оскорби, какого тебе узнаешь, потом что я сбуду на гетту и на давай показки шредеру так, это уже на Тихонодром мы пробрались так, перейди еще три уровня вот 7 минут вот такие вот, ребята, не поверите, вот таких вот чудиков я уже за два года немало повстречал, за два года когда начал, так сказать, заниматься, так сказать, сборками, так сказать, хотя нет, модели короче сборками модели никуда где-то в шестнадцатом я начал проявлять такой вот активность изучать как собирать модель это как я уже говорил 5 5 6 лет он даже четыре года тому назад я начал такой фигню заниматься а про липетскую можно липет модельки там модельки из игр вылезать это не повод модельки из игр вылезать что делать за модельки из игр вылетать гипет их делать вот значит он мне рассказал какие бы программки существуют и все такое когда я уже научился так сказать а в то время уже и научился к моделям кости привязывать там тоже по какому-то культуралу мне показал и научил он был в ТАП 64 он в одном из своих культуралу показал как кости привязывать к модели то есть модельки но на них не было костей и физики а я тогда как я уже говорил я только с готовыми модельками привязываю с готовыми костями и все такое а вот там там костей никогда не пришли взял потому что не знал как их привязывать ну вот как уже говорил одному кутуралу товарища ТАП 64 я понял как привязывать кости смотрите ну вот потом мне собственно говоря уже сказали и вот про эти там и репеты модели вырезать каких-то там программах там кого-то программу пара программ не показали не за не за как живет нитя твик или как это там правильно и или или короче там две программы показали позже которых можно делать лепет модели тех возможностей таких таких только поддают полипеду но собственно как я уже говорил как только научился так сказать овладел так сказать технологии так сказать выдирание вот эти вот 3d моделях научился выдирать и так сказать модельки из игр но собственно говоря начал уже так сказать потихоньку там привязывать с ним уже готовые кости кстати готовые кости мне посоветовал даже вот как-то там ТАП 55 посоветовал если говорить не умею сам говорит кости сделать создавать кости и все такое то бери уже готовые кости связать с моделем грубо говоря готовые кости и вот даже по моему парочку вот этих вот костей он мне подогнал даже там как-то подогнал если учитывать то что он якобы у краева так сказать ну берет за свои работы комиссионку ну а мне тут почему-то на халяву так сказать подкинул пару костей с физикой и все такое ну сам основной он мне указал там один стилет ему говорит по большей части привязывают костей и он там типа якобы привязывает но как он сказал там есть то есть это все вот такие вот кости по большей части там вот так сказать кости точно так сказать чем даже свеют да помню очень захотлетKEN для Микки Микумен, потом как-нибудь покажу вам, какие косяки я имел ввиду. Ну, собственно говоря, стал вот эту вот, посоветовать вот эту вот, вот эти вот кости привязывать модель там, что-то да, с физикой и прочей крутой уже. Ну, у меня-то с этим было хреново, с сознанием, так сказать, так сказать, костей и физики и прочей вот этой вот фигни. А вот посоветовал АБ-64 просто-напросто что-то стал, ну, ступо готовый костей, 35 модель там, такое. А тут типа я, я-якоба, там не мог и все такое делать. Да, была у меня такие проблемы, не получалось. Так-то готовый вариант костей для меня самый плотный. Кхе-хе-хе-хе-хе. Самый максимальный вариант. Так... Это по-моему солдаты фрук? Кхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-х Знаете, когда фитюрка проходила, я всегда думал, что сейчас, наверное, кто-то из них выпал где-то рыбакую. Как-то вот так вот. То есть, как говорится, сбор моделей я научился где-то года 4-5 тому назад точно научился. А репет только, наверное, где-то это 2014-2016 год. Только научился грамотно собирать модельки для МИК и МИКД. А репет где-то с репетом познакомился для моделей. Ну, собственно говоря, привязывать кости уже только в 2018 году. Где-то так вот. А, сейчас конвейер? А, да, сейчас конвейер. Вот так вот. Ну, как я уже говорил, у меня, собственно говоря, у меня вот такие вот шилики, как вот этот фанат его элиминации, который менил, что она якобы его вайфу и что якобы он никакую живую девку больше заводить себе не желает. Хочет только её и всё такое. Ну, а тут как-то под конец, ну, после того, ну, собственно говоря, когда я ему сказал, ты бы лучше, типа, живую девку нашёл, всё такое. И вот до этого этот фанат где-то, когда якобы я у него угнал его любимую вайфу, он сказал, что хочет найти якобы похожую девушку вот на эту самую её элиминацию. И он якобы, если он найдёт её, он обязательно на ней женится. То есть, типа, вот там, то есть, когда ты человеку уже доехала, значит, видимо, что доехала, то надо живую бабцу искать. Ну, или что-то ему, по-это, так сказать, можно сказать. Ну, мягко говоря, напомнил, что давай хуйня не страдай, а давай-ка в реальную девушку всё такое. Иначе он, видимо, вот так вот висил, что якобы будет искать девушку, похожую вот на эту самую её элиминацию. Так, этого гондона тоже, как же его, блин, тоже звали. Он, по-моему, замораживает. По-моему, замораживает. Да, замораживает. Да, это есть. Замораживает он. Я долго смищу спичкой его упать, так говоря, тоже. По большей части, вы знаете, тетичка его отвлекала, а упил, упить приходилось не его. Ну, она после этого, конечно, говорит, братели, говорит, ты не охуевать, я его, говорит, отвлекаю, говорит, а ты, говорит, вот, даже путём не пиздит нас. Так, так, с Шредером биться буду. Не, знаете, ребята, 6 уровней, 6 уровней прошёл. А вот, когда Сестричка походил, я подумал, кидать, сейчас, ну всё, битва с Шредером будет, и всего, ну, 6 уровней, думаю. Прошли 6, думаю, что сейчас 6 уровней, всё, дошли до Шредера, сейчас мы его отвизим, и всё, игра закончится. Ну, а как потом оказалось, ни хера здесь не 6 уровней. С этого потом, оказывается, сбежит потом, как нас, так сказать, как мы его пизды наваляем. И, в итоге, приходилось ещё два уровня с ним проходить. То есть Сестричка, она как бы тоже думала, что всё, пиздец, Шредера отвезли, и игра на этом закончится. Ну, а казалось, как ни хера. Ну, вот так вот и выяснилось, если корабль Крэнга будет. Ну да, сейчас наличие, чтобы можно сбегать. Ну да, сейчас наличие, чтобы можно сбегать. Так, она падает, вот сбегать, по-моему, нах. Сюда. Сюда как. Цеп-цеп-цеп-цеп-цеп, цеп-цеп-цеп-цеп. Так и гад. Ну, хочет, ну, ладно, я either say that. вот затран ах ты задюга да вы чё гады это игру проходил сестеренкой проходила вы меняет местами когда доходили до ботов она отвлекала я их лупил и наоборот отвлекал я лупила она и вот такая вот такая вот дилемма была ну и собственно говоря и ховали иногда кто грубо говоря будет так сказать кто отвлекать будет а кто в это время лупить за этих не помню чтобы павель вот эти вот наковальни падали вот идет я не помню что они были следом за вторым не меня и этого вот так а 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 этот в я вот такие вот игры которые сильно расхайпены которые так играть вот это вопрос а на самом деле вот и расхайпе на а вот это уже ранее играть опять вот те же осу геншенпак и прочее прочее а на игры это же распиаренные или собственно говоря между ими хайп амонгасы стоит ну и он амонгасы стоит же серии собственно говоря то есть как я уже сказал осу геншпак амонгас вот эти вот я бы в них даже даже как мне тут один сказал тоже когда я отказался играть году каждый просто-напросто играет играть не умеет ли новый год и что такое может быть и хреновый год но это не повод думать о том что я не хочу играть у меня хреновый год кто-то типа я у это стопа ламеры и против против и не играть это говорит тебя грубо говоря на ваше мнение отталки наверно и на мою это без обид не вам он как не геншен импорт и не в осу не в те короче все игры которые внизу у которого хочется тот самый хайп я не так сказать не любите играть и все такое как уже говорил что раз вокруг игр крутится вот такой хайп то нет ребят извините даже даже не хочу играть не будут я просто-напросто попадает интерес к таким играм играть играть которые держатся на хайпе и прочее-прочее и ну и по которым люди ходят с ума а там бас мне сообщение приходит то я якобы опять нарушил чьи-то авторские права кланфу я покажу там такую якобы письмо от дверцы то я якобы ну тут надо я пришло мне письмо счастье на дверцы твои якобы опять нарушил кита авторские права я буду ёбаный брод до чьих я там право опять нарушил такое а вы сняете короче что какой-то там у засранец пожалуйста на меня стой якобы я угнал него там ну как сказать пожалуйста там тут нога не указали кто меня пожалуйста анонимно анонимно указывают кто там на тебя жалуются где такое то есть их угадает кто на пиаловке пожалуй но собственно говоря удалили так сказать одну из моих сетях работ на который так сказать пожалуйста на которого так сказать автовки права чья на ушел кого-то грубо говоря напечил напечил ты не как его смотрю короче за на хлеб непко непко ребенок вот якобы ее удалили якобы удалили я конечно догадываюсь какая творче на меня пожалуйста кому я дорогу якобы кому я дорогу такое есть один один раз у меня случилось это вот перепалка небольшая он не якобы сказал после того как немножко инцидент был замят после того как инцидент был немножко замят он мне навеснул что я буду за тобой следить чтоб ты якобы моего ничего там не угнал так вот у него знаете что самое интересное у него ну так сказать он мастерской для шляпы во времени для шляпы во времени выпустил якобы аддон так сказать про не пикида да не пикида выпустил там аддон и видимо по всей видимости подумал что я у него якобы опять сидел его работа у нас был случай уже с этим чуваком когда якобы там позавимствовал какую-то работу я просто напросто просто напросто людям показал что вот якобы взял вот оттуда-то и все такое но как говорится свободный доступ не угадывать не собирает и вот якобы видать да там тоже выпустил какую-то свою вершину и пикида только как сказать моя работа который я делал вот этот вот ребенок и ребенок не так сказать не на пике не на пике не на пике не на пике как и как крошка не пунья как-то так как как бы это моя работа отличалась от него чем его работы тут нога чем она отвечала до ногая я вы избежали вы избежали вот этих вот инцидентов делал так сказать не петли и преднем тунеет и в одни медленно не в той же александ на фигурга сделал репетки и модельки собственно я сделал я репетку просто говоря сделали петли и модельки ну и это по примеру одного человека мемблему который он кстати известен по тем что сделал мини сквидов из флоту на так вот в одохновейшись вот эти вот примером мембрана вот это вот я вот привязал к так сказать к модельки так сказать вот непту не так сказать кости для начала привязал кости а потом в блендере по примеру он топов и с помощью костей уменьшал модельки так сказать или с помощью я короче не помню короче привязал кости потом через знакомого и знакомого мне ее короче спортировал для гмода заферу для модельку этот вот лепет который я сделал который поездал кости он мне кого-то в мод спортивная потом уже в моде с помощью одного инструмента уменьшил так сказать кость кость стал параметры кости менять и собственно говоря там некоторые части тела модельки просто стал уменьшать говоря и в итоге у меня потом скажу так сказать будет вам покажу так сказать вот эти модельки у меня тут надо какой результаты как я уменьшил персонажа не пули до ее детской формы и как я уже говорил как уже мою моя работа сильно отличалась от того чувака который якобы сделал твою версию не птида а я как я уже упомянул я сделал так сказать малышку никто не а он просто делал не птида да у меня не пчел ты получил не птунья малышка у него просто на 5 или на птик и вот якобы получилось так что у меня получилось якобы похоже на и вот ную работу якобы получилось на и вот ную работа чем-то похожи хотя он не я хотя как он мне это тогда сказал я ты на заявил что якобы он там смоделировал эту модельку якобы он сам моделировал эту модельку в ухо не кого ничего не взял а я типа в наглую я воспользовался то есть грубо говоря украл его тут ну собственно говоря думал все пиздец нафиг не летели как как знаете не знаю как сказать через недельки две приходит какой-то мне чувак вовсе неизвестный не и говорит а ты ведь приятель ведь сделает ее ли свет ну типа в модельке вот это вот модельки делаю его репет от этого на 5 до витамбр и кое-чего увидеть значит я короче взял вот ну вот этот персонаж вот это вот как же у вас от аймпом до гостем по-моему назвали вот якобы возможно на меня давану жалобу вот это вот там уже там он и птида сделал узнать я просто напросто да действительно я украл короче установил моду до сборки забельного персонажа от гостем вот это вот и он и он и птида сказать вы собственно говоря запустил и грузов репет редактор ну собственно я сделал так сказать репет вот этого его снег и да так что я там увидел поэтому видел текстуры это текстуры выпадет модельки они в один-в-один ходили тем что у меня так сказать выпадет текстуры от нету не из на полях никто не у александ так сказать этот я чё-то напросто просто-напросто не понял юмора когда я не понял и вот пиздит или мне что-то не то кажется я значит давайте уже давай у нас спрашивать у клапана и что-то сейчас вообще ни хера не понял вот сделал вот это не петит как-то утверждают ее братика там смотрю да да я сам смотрю все такое тогда объясни мне какого хера у него текстуры по идее у него если там модели ручки там как-то моделирую я по идее текстуры должны как-то по-другому быть другие текстуры а у тебя почему-то текстуры совпали тем что я сейчас делал и увидел говорят ну то есть я ему объясняю что вот и петь его модельку говорят ли педил его модельку и педил так сказать модельку не принесли александ так сказать но значимым показываю что вот смотри вот то что я и педил и вот свою нет на пике что я вижу одинаковые текстуры выпавшие то у меня стоит стоит так сказать работу как ты это все объяснишь вам не давай оправдался дает швак ну ты будешь вообще типа все такое подсказать типа что я ее украл все такое фото поздависту типа и все такое то типа не сам моделировал и против против возможно есть у меня такая мусия ну зачем мне да нет это все да нет и мне быть не здесь ведь я живет правда давали там доказывают он действительно там сделал они рассказать и знаете меня было подозреем основную действительно точно так же с репети вы по примеру вот это вот на брема который вот этих вот мини и пинга как тринга где может по его примеру то есть также вдохновился а я где-то может так где-то дом посередине догнал ну собственно говоря потом для меня до этой фигня дошла а он якобы вот так решил вот так вот купить то вот мол типа я вот так сделал но ты единственно там только лицевой части немного подсорманил потом грубо говоря вам ребята покажу один простой пример потом когда будут очередной ночи не покажу как сделал он и как его модельку для пяти да и мою так сказать модель модельку просто малышки потом покажу вам ребята на примере вот он меня собственно говоря давай доказывать что вот якобы он же там сделал что якобы когда ему сказал что когда делаю смотреть и фиксуру как-то по-другому сами получатся должны у тебя это такое ну и вот он мне значит объясняет что якобы он ни у кого ее не крала и что текстуры то текстура якобы он там якобы как-то типа крутился такое а как тогда текстуры все такое ты мне это объяснить и все такое пограть на текстур но с текстурой лады текстурой мастер угадал выгод я его но делу грифе и и сам делу я грифтам курицы можно угадал я как фиксуру это прикрутить фиксуру собственно говоря ну вот так как-то получилось ну фиксуру конечно он да он сказал фиксуру мне признался но вы да текстуру потом как видимо доебал я человека фрукты говорят я говорю ты точно вот сейчас вижу то что ты сказал точно сказал что фиксуру и не то что я тебя доебал ну все-все говорит чувак говорит во все говорит не знаю да говорит я говорит это меня не доебал да ты действительно использовал текстуру но саму модельку я делал сам я не знаю как и за как так можно было крутить эту несчастную текстуру чтобы она тело на вот эту вот самую модельку вот как ребята уже говорил пост на просто потом для сравнения покажу как-нибудь как не покажу вам для сравнения вы как его играть из-за его так сказать я и получу так сказать вот эту страйк на 2 арки то якобы возможно из этого гаспетеймена вот это вот гаспетеймена раздела свою так сказать не пить это я свою пробку молитву как бы он наверно видать подумал что якобы я у него свистнул опять украл как он уже говорил как он якобы мне намекнул ты будешь за мной следить чтобы я якобы больше другие чита работы больше не позовицу не свистнул там грубо говоря как-то так ребята как ребята вам уже говорил как я вам это уже говорил сейчас наше время уже можно доказать то что ты якобы там эту модельку сделал я просто там и и якобы видел так как я уже говорил там вот эту вот вы за вот эту модельку игры нептуни и алексана и собственно говоря по примеру мбм опять же напомню сделал мини-квидов как-то там не знаю сделал так то есть по его примеру я делал так сказать уменьшил так сказать не птунью так сказать делал я так сказать детскую версию да детскую версию как-то не летать грубо говоря как можно это назвать да я как бы я наверно у него свистил вот эту вот на пике выдал якобы я за свою достучаться не могу просто напросто не отвечает узнать как он не он это сделал или нет я уже не ну знаете уже был первый разговор как раз вот про эту самую на пике да у меня уже это не был разговор когда якобы я показал что якобы выпускаю пак модель для микро-митуден вот этих вот кидов для ахита вот якобы прибежал там вот эти вот убежали якобы давай типа и давай гри типа мы гри тебе запрещаем и что такое быть не вздумай даже выпускать иначе мы на тебя пожалуем и вот глэсэд стейм он как раз вот был в пятерке там помню не в пятерком короче пару человек побежало и давай мне типа говорить мол даже типа не вздумай чувак использовать иначе мы на тебя нажал такое даже даже банально в постерах нельзя было использовать там собственно да я вообще на пик убрал их и нигде не использовал что якобы вот это вот то общество мы доделал по шляпе во времени и они якобы все я не знаю сколько там этих мододелов для по времени они якобы теперь все будут следить за мной и в случае чего купить его докладывать не меня сдавать потоками жалов на меня и все такое я нормально ребята как-то получается то есть слабо говоря сами воруют и другим не дают нормально да получается это так как мне эти литвуны ветер обузнал вот как-то так можно доказать что ты сам эту модельку сделал они кому-то хотя до этого у меня тоже уже были так сказать такие вот моменты там короче чувак тоже попросил так сказать делать порт ну говоря рекоментировать там модельку нику нику дэнс там по-моему каким-то оружием из платуна был какой-то оружие да и со второй части из платуна спад дуэт или как он по-моему назывался этот пистолет да спад дуэт по-моему назывался дать просто говоря мне один приятель прислал я так сказать попросил так сказать не йорк рекоментировать дэмику никуда якобы это вот я у него еще уточнил это точно говорит игры лепет то есть самого рома вот это вот второй часть способа вы да 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 и чувак не занимается все в порядке и такой я кайтанга сделал ее лепет и такое ладно раз попросил ладно фиг с ним партиру выложил все на страничку чтоб приятель этот скачал так что случилось и скакал вообще какой-то потом другой сер нажалился на меня типа говорит что за хуйня говорит чувак ты почему говорит меня без спроса типа спросил не спросил типа пост разрешения порта модельки для микки никуда я такой чего ты кто такой вася типа ему говорю но иди отсюда на короче как выяснилось это какой-то был менять и скажем как будто вообще левый вася вытолевый вася был якобы я у него сидел так сказать модельку который он опять таки сам так сказать моделировал этот вот по дуэту до складу это который якобы он там смоделировал а я видите у него угнал я ему знать показывают в это не в грунике и хуелли принять вообще-то был показываю ссылку на пользователя который якобы мне показал ну который якобы попросил меня сделать когда ему узнать он показал просто напросто ссылку на эту позицию вот якобы он мне ее прислал и якобы он мне ее попросил сделать он мне ответил вы чувак говорит мне от некого типа не спичевая на других людей все такое ну короче грубо говоря короче как он не сказал быть не так а не доказал на такое а доказал бы не давай давайте пони это не как же вот и давайте буду как он сказал не говорит никаких бочку на других говорят то якобы они тебя попросили такое короче помогая не близко якобы тебя попросили это такое не надо типа брать это такое ну и собственно говоря он так вот на меня пожаловался и собственно говоря вот этот спад дуэт и вот этот спад дуэт я свой первый страйк и когда и получил но потом сразу с этим приятел объясняем мол так и так и так пятое-десятое но этот приятель не откажется оказывается он у него после того как и ну собственно как я ему сказал что указал что якобы ты попросил что такое но этот чувак говорит да я знаю приятие я курсом за и ко мне уже тоже прибегал и на меня говорит тоже бочку накатил то якобы я его свистнул эту идею украл то есть то что якобы он там типа смоделировал эту модельку тоже ему объясняет рассказывает этот чувак тоже быть на его почку покатил такое что за херня вы творите на пидором такое но это чувак это тоже быть ему ни хера ничего объяснить мог но объяснять что это лепет говорит домой говорит игры сплату на них просто кем-то моделированный что такое как уже говорил он тоже этому чуваку не поверил там тоже этому приятелю не тело вот так вот ребята и живешь и не думаешь нафиг вроде как ведь сам сделал и пет вот как и там сделаете это 3 до 1 делаются на малью ты сводки то есть и собственно говоря ищешь ну собственно графом проверяешь ищешь никто до тебя этого не делал стукла и если не находят спокойно выкладывать работают все такое а уж потом выясняется несколько дней что якобы какой-то хер уже якобы кто тебя сделал это и ты якобы у него спидил модель эту модельку спидил так все прикол в том что начинает доказывать действительно так вот так вот ребята уже сложно доказать наше время стоит и не там эту модельку сделать можно сейчас доказать что якобы ты ее сам сделал модельку там так сказать репет и якобы ее смоделировал а не у кого-то там ее угнал такая фигня вообще сложновато такой фигни как раз уже побывал действительно да и того доказать такую фигню там сделал там не петли петли петел они у кого-то там и того и доказать эту фигню тоже зала ладан так тут шедро так будет вот такой геракл у нас Вот тут-то, где мы сейчас слишком психовать, так вот на этом. Так мало того, что он еще перемещается быстро, все быстро перемещается. Так и вот дела, ребята. Так что встретить нафиг, как говорится, проверяйте. Нет ли у этой работы у кого-то еще или что-то, собственно, говорят. А то вот так попадете в протаку, как и я. Ничего не знаю, ничего никуда, нафиг. Вот живут к вам вот такие вот идиоты и начнут вам доказывать, что вы у них спидели работу, а не сами сделали. И вот, кстати, вот сейчас вот такой вот случай, вот примерно вот так вот, когда якобы люди проходили, на Денди, на оригинальную сутацию проходили, когда якобы им попадался пиратский картридж, Шреддер вот так точно так же мигал, вот так точно так же мигал Шреддер. Вот это, кстати, последняя стадия, когда он так мигает. Это значит, что его уже скоро в каюку не включают, Шреддер. Вот, по идее, он должен вот так вот упасть, упасть, проиграть. Но он вдруг перестал мигать, перестал мигать, и битва с ним начиналась заново. То есть заново пиздить приходилось. Шреддера. Отличная работа. Ну, дальше разработчики титров, то есть как-то вот так, как-то вот так, все это дело, ребята, обстоит у нас. Так, ну, как раз полтора часа у меня на все дело, прошло это, да, да. Полтора часа ты поиграл, так сказать, Телепаток Ниндзя. Ну, ладно, как говорится, так, время полтора, наверное, сети буду возить-то байки спать. У меня уже, на говоря, это уже спать тянет, если, наверное, при лапке, наверное, уже спать. Да, это фильм? Спать же надо. По факту люди должны 6 часов спать. Как-то. А иначе, так и без страницы. Недолго, ребята, заработать нужно будет. Это ладно, хорошо, что сейчас у меня работает пока небольшой напряг. Ну, собственно говоря, материала нету сейчас пока материалу нету. Нету материалу, чтобы так сказать. Как только материалы появятся, на работу вызовут меня. А пока, пока что, так сказать, управляю, так сказать, все свои домашние дела, пока нахожусь я дома. Пока нахожусь дома. Управляю все свои домашние дела, можно было сказать. Ну, собственно говоря, пока, так сказать, пока нет работы, пока, как уже сказал, нет материала. Так сказать, занимаюсь, так сказать, займыслия, наверное, обещанно, так сказать, видеороликом. Видеороликом обещанным. Начну-ка крепать видеоролик, собственно говоря. А модельки пока сборка модели и все такое отложил. А то таким макаром я и не видеоролик не сделаю, и потом вообще у меня на его времени не будет, грубо говоря. Ну, а какой видеоролик я буду делать, пока вам говорить не буду. Собственно говоря, я пока подготавливать всё буду Ну, ладно, будем, так сказать. С вами уже растягивать всю эту пастологию Так сказать. Будем уже прощаться. До следующих ночных копиделок вам, всех ребят Всем спокойной ночи Еще раз, до следующих ночных копиделок Всем спокойной ночи и пока встреч Пока Прощайся давай со зрителями Давай Надеюсь, у меня утром таким макаром опять не разбудится, пацанка. Всю руку искорябает, гады.